Здесь же, в Сирии, мне удалось пообщаться с бывшим боевиком террористической группировки ИГИЛ Абу Хузейфа. Позже он перешел в Хияд Тахрир Аш-Шам. А во время боевых действий он сложил оружие и встал на сторону правительства. Два года тому назад все оружие было русское. Или украинское. Нам оно известно как русское. То, что поступает к нам из Украины русское. Но потом оружие изменилось. Нам начали поступать новые типы вооружения, это было что-то новое на поле боя. Из таких государств, как Америка, Франция, Великобритания. Продвинутое вооружение. ПЗРК «Стингер», ПТРК «Дживелин» и другие виды ракетных установок. Оружие перевозится из Турции на грузовиках через пограничный переход Бапа-Эль-Хава. Я получаю его и переправляю на склады. Там оно распределяется между военными командирами в соответствии с их запросами. Они направляют заказы Абу-Мухаммаду Джулани. После этого каждый командир отвечает за свой сектор, за оружие, которое он получает после проведенной нами проверки исправности. После прибытия груза в Турцию, его перебрасывают в Идлиб. Из Идлиба мы возим его на правительственную сирийскую территорию. Есть договоренности с одним-двумя блокпостами или позициями на линии соприкосновения. На правительственной территории мы, конечно, не можем использовать главные дороги. Контрабанда идет по второстепенным дорогам, пока груз не дойдет до получателя. А в последнее время, партии контрабандного оружия западного производства стали уходить к Хамасу. Незадолго до того, как я прекратил свою деятельность, где-то четыре месяца тому назад, я узнал, что какое-то оружие было поставлено нашим братьям в Хамас. Оружие поступило от нас при поддержке братьев из Джабхат Аннуса. После этого я уже не занимался этой работой и остального не знаю. Он также показал мне действующие телеграм-каналы, где различное вооружение, в том числе и западное, находится в свободной нелегальной продаже. Это такая торговая площадка провинции Идлиб. На этом телеграм-канале любой желающий может купить еще что угодно. От ковров, грузовиков до стрелкового оружия и гранатометов. Посмотрите, вот эти как раз противотанковые ракетные комплексы любой желающий может купить через этот телеграм-канал. И, возможно, то вот именно эти гранатометы попали в Идлиб как раз из Украины. Кто же эти иностранцы, которые заинтересованы в продаже и перепродаже западного оружия из Украины на Ближний Восток? Ранее я вам показывал видео боевика батальона имени Шейха Мансура, который радовался доставленным из Украины современным системам вооружения. Это подразделение создано в Дании в 2014 году при участии западных спецслужб и предназначено для ведения боевых действий на стороне киевского режима против республик Донбасса и против России. Состоит оно из радикальных исламистов, имеет тесные связи с боевиками в Сирии. Батальон имени Шейха Мансура с высокой долей вероятности отвечает за контрабанду западного оружия из Украины на Ближний Восток.